Пример. Вот сейчас у нас идет самое тяжелое время в году. Самое тяжелое. С 20 декабря в этом году получилось, по 20 января. Время религиозных праздников и семейных торжеств. Вы, многие, не знаете о том, что частотность окружающего мира очень серьезно меняется год от году. Человек в единицу времени вынужден перерабатывать все больше и больше окружающей информации. И поэтому те способы жизни, которые раньше были безопасными, были терпимыми, были нормальными, очень часто сейчас становятся принципиально нетерпимыми, принципиально приносящими большое количество страданий людям. Например, совершенно безобидное посещение родителей. Это у нас тематика восхитительная. Семейные праздники, все здорово, прекрасно. Многие из вас сейчас это испытывали на себе. Вы появляетесь у своих родителей. Предположим, что вы живете достаточно далеко от них, хотя бы в пяти километрах. Поэтому все немножко соскучились. Когда ребенок появляется у родителей, ну, папы, ладно, папы, они добрые, они, в общем, редко так очень серьезно цепляют народ. А вот с мамами гораздо хуже сейчас появляется. Мамы тоскуют, что дети ведут очень активный образ жизни и не уделяют должного внимания своим родителям. Вот. Значит, появляется ребенок. Ребенок. Ребенку сейчас лет, ну, предположим, 40. Значит, предположим, он уже, ну, достаточно серьезный в фирме человек. Там бывает руководитель фирмы. Бывает, что и в 25 руководитель фирмы. Все равно серьезный. Он по социуму, по социальным ушам, вот по своим, он большой. Он в единицу времени решает дикое количество вопросов, когда вот он применяется на, как мы говорим, на боевое. А когда он приходит домой, он приходит маленьким. Мама помнит, как она его еще держала на ладошках. Его. С ней проще. А вот у мальчиков, у них боли внизу живота очень часто появляются, тогда, когда они появляются у родителей. Вопрос, почему? Потому что мама своим мозгом, который оттренирован рекламой, генетическими измененными продуктами, которые мы потребляем с вами, хотим мы этого или не хотим, они все равно в магазинах. Вот. Значит, она создает образ ребеночка своего. Она его помнит маленьким, когда она имела власть над этим ребенком. Ребенок, не поставивший активную защиту от такой мыслеобразной атаки, страдает тем, что у него отключается половая функция. У мальчиков это очень больно. Сразу выглядит, у них мяукательные шарики сразу болеть начинают. Мальчики начинают мяукать. Значит, женщины обычно более сильные, у них последствия таких визитов сказываются где-то через день, через два. Значит, скажем так, не так быстро проявляются просто-напросто, но последствия тоже достаточно серьезные. Вот. Поэтому, значит, к вопросу о культуре мыслеобразов приходится подходить сейчас очень серьезно. Если учить, что грамотных людей очень мало, оказывается, то те люди, которые грамотными являются, оказывается, для них очень большой, важной задачей является сохранение лояльности окружающему миру. Ни в коем случае не противопоставление себя, значит, родителям, соседям, их всех не научишь. Значит, они все живут так, как живут все. Тавтология вот такая. Значит, но жить-то как-то хочется, причем хочется жить хорошо, поэтому, оказывается, необходимо, зная, как работают мозги мам, пап, прочих родственников, сестер, их детей, это я уже прицельно хихикаю. Значит, создавать контрмыслеобразы, которые позволяют удержаться в нормальном состоянии, контактировать с окружающими людьми, не получая энергоинформационных поражений. То есть, это специальные вопросы структурирования энергоинформационного пространства, фазирования этого пространства. То есть, опять же, мы упираемся в то, что необходимо знать физику тех явлений, с которыми мы сталкиваемся.